Зомби Все весьма внушительно. Дело в том, что здесь находится механическая вакуумная система, которая стреляет без помощи каких-либо батареек или пружин. Просто при помощи одного единственного движения. Вот так. Сам дизайн выдержан в основном в стиле зомби-страйк, который в принципе сейчас есть у большинства пушек. Здесь есть стандартные элементы, как наподобие оплетка на рукоятях, различные маленькие элементы типа шестеренок, гаечек и прочих деталей на корпусе, так и довольно новые, как например вот эта цепь, которая расположилась на рукояти. При помощи креплений сзади и спереди здесь Здесь можно закрепить ремень, а вот сюда у нас устанавливается магазин. И магазин выглядит довольно внушительно. Дело в том, что он мало того, что на 10 патронов, но и имеет неплохой дизайн в виде вот такой вот оплетки из колючей проволоки. Жалко, ее только не покрасили. Но вы это вполне можете сделать, купив акриловые краски и немного допилив внешний вид этой пушки. Магазин без вопросов вмещает все 10 патронов, которые есть в комплекте, и буквально зарядив их до конца вот сейчас, я поставлю магазин в пушку, и мы сразу же можем попробовать выстрелить из нее. Ну да, первое, что хочется сказать, что незаметно с такой пушкой не повоюешь. Шумит она знатно, но это можно назвать и плюсом, потому что какая другая пушка от нерв может издавать такие же звуки? Есть у нее, конечно же, недостатки. Во-первых, это рукоять, которая постепенно сползает вниз. Вот досюда. Видите, сползает. Зафиксировав ее сверху, она рано или поздно съедет немного вниз. Это не особо страшно, и вы без проблем можете ее вернуть на место, но, тем не менее, такое имеется, и я бы назвал это недоработкой. Также здесь есть вот такая вот дверца, которая открывает доступ к патронам. Вот, мы здесь видим, собственно, сами патроны. Можем вынуть в магазин. И посмотреть, что у нас здесь застряло. А застряла у нас здесь одна стрела. Вот, можем ее легко вынуть. Но, к сожалению, данная крышечка не фиксируется как-то. И при переворачивании пушки... Да, вот что происходит. Она болтается и очень неприятно шумит. Опять же, это небольшая недоработка и небольшой минус, но она здесь есть, и не сказать про нее будет просто глупо. Сама же пушка довольно крепкая. Она фактически не бюфтит, ну, за исключением рукояти, которая и должна двигаться. Поэтому вот с таком здесь очень все хорошо проработано и сделано довольно прочно. Довольно ощутимым недостатком, вот конкретно для меня, здесь является то, что на данной пушке нет ни единой банки для закрепления аксессуаров и каких-либо обвесов. То есть сюда нельзя поставить ни приклад, ни дополнительный ствол, ни какие-то тактические элементы, ни прицелы. Здесь этого ничего нет и поставить никак не получится. Ну, разве только если кастом надо пилить как-то сбоку там или еще откуда-то. Но это уже все костыли и это мы обсуждать не будем. Также для меня довольно интересно будет попробовать совместимость данной пушки с другими магазинами от других нерфов. Вынимаем этот магазин и вставляем, например, вот такой вот от Hellfire. Да, он сюда прекрасно подошел и, несмотря на то, что патронов в нем меньше, он здесь нормально держится и, скорее всего, да, вполне отлично стреляет. Буквально пара слов про удобность использования. Для моей руки, которая не самая маленькая, эта рукоять подходит идеально. Я думаю, и для любой другой руки она тоже сгодится, потому что она весьма комфортная, палец лежит хорошо и ничего ему не мешает, не врезается и не трет. Также передняя рукоять тоже весьма удобная, но она немного поменьше задней рукояти и уже не так комфортно держится. Поэтому, ну, да, терпимо, конечно, но здесь вот эта планочка немного мешает и натирает руку. Хотя это, опять же, не критично и если у вас рука немного меньше там или просто, не знаю, другой формы, у вас рука другой формы, то держать эту пушку вам будет, конечно же, удобно. Мне вот немножечко некомфортно. Что же касается самой стрельбы из Реврипера, то тут есть небольшие оговорки. Дело в том, что прицела как такового у этой пушки нет. Да, и мушку сюда сделать невозможно. Поэтому прицеливаться вам придется, во-первых, на вскидку, а во-вторых, при стрельбе она у вас будет немного шататься влево и вправо, потому что вам нужно дергать рукоять, причем довольно сильно. Учитывая его мощность и скорострельность, это небольшие недостатки, потому что это пушка того класса, с которым надо просто выскакивать в толпу и начинать мочить всех подряд, а не прицеливаться из-за угла. В общем, я считаю эту штуку довольно достойной, а самое главное, интересной. Новая технология стрельбы получилась у нерв довольно удачной, и я надеюсь, они и в дальнейшем будут ее развивать. Конечно же, стрельбу из этой пушки мы сегодня потестируем, но перед этим мы распакуем еще одну пушку из серии Zombie Strike. Вот такой вот пистолет. Это очередная однозарядная пушка из серии Zombie Strike под названием Side Strike. Чего-то особенного в этой пушке нет, да и она не особо новая, поэтому много внимания я ей уделять не буду. Но в любом случае, давайте-ка ее распакуем и покрутим в руках, вдруг меня она чем-то удивит. Из коробки мы получаем сам Side Strike, 6 патронов для него, и кобуру, в которой можно закрепить патроны, и которую можно подвесить на поясе или где-нибудь еще. Сам Side Strike, как я и говорил, вмещает один заряд основной, и два запасных снизу, которые не очень удобно доставать, но вполне себе нормально. Кстати, отдельно приятно, что взводится он вот так, как настоящий пистолет, а не как какой-нибудь игрушечный джолт, который взводится снизу. В остальном же это именно продвинутая версия джолта, потому что ничего особого здесь не изменилось. Здесь та же самая вакуумная система стрельбы одним патроном, то есть это, по сути, джолт просто более красивый. Другое дело, что эта пушка за счет размеров и распределения веса располагается в руке гораздо удобнее, и стрелять из нее, ну, конечно же, комфортнее, чем из желтой. К тому же разработчики не поленились сюда добавить даже планку для аксессуаров. Поэтому, если у вас, например, есть лазерный прицел, то почему бы его сюда не повесить? Но при этом будет одно небольшое условие. Дело в том, что, используя аксессуар, вы не сможете использовать кобуру для этого пистолета, потому что в нее вставляется вот прям точнехонько, и остальные детали ему просто помешают. Так что придется выбирать. Либо кобура, либо прицел. Но я думаю, кобура гораздо удобнее, потому что, во-первых, в нее можно закрепить оставшиеся патроны, которые... Сейчас попробуем, как они тут держатся. Ну, знаете, держатся они хорошо. Очень даже вполне себе внушительно. Во-вторых, вы можете повесить ее на пояс при помощи вот этого вот крепления. Это выглядит совершенно глупо, но я просто решил продемонстрировать, как это выглядит, когда вы закрепляете его на поясе. Ну, и, конечно же, в любой момент вы можете пафосно выхватить этот пистолет из кобуры и сделать выстрел. Небольшим упущением я, правда, считаю момент с тем, что здесь есть крепление еще под один патрон, но, к сожалению, его сюда не положили. Неужели так трудно было положить не шесть, а семь зарядов, чтобы можно было полностью забить кобуру и пистолет, и это выглядело нормально? А так выглядит, как будто мы потеряли один заряд и ходим без него. Ну да, конечно, логично, что мы можем вынуть его из ствола и вот так вот использовать, но тогда, в случае чего, мы не сможем выстрелить. А это как-то не круто, когда у тебя есть такой пистолет, который можно быстро выхватить и начать стрелять. И больше-то мне про сайт-страйк сказать и нечего. Да и вы, скорее всего, прекрасно без меня знаете, как он стреляет, как он работает, и что у него есть из особенностей и недостатков. Ну ладно, в любом случае мы его протестируем, но перед этим мы протестируем вот эту громадину, потому что мне не терпится ее протестировать. Пойдемте. Тестировать, как всегда, будем с 10-ти метровки, которая в доме у меня является максимальной дальностью. И вот я что хочу сказать. Попадать куда-то из этой пушки точно практически невозможно. Мало того, что она стреляет, ну, немного дергана, так еще и разброс большой. Что же до пистолета, то с ним, в принципе, все стандартно. Целиться из него удобно, стреляет достаточно мощно. Ну, разве что перезаряжать его приходится постоянно, потому что он однозарядный. Но на этом его недостатки в плане стрельбы заканчиваются. На этом все. Надеюсь, вам понравились сегодняшние пушки. И если так, то ссылку на них, что на одну, что на другую, вы найдете в описании под этим роликом. Кстати, напоминаю, что вот эта крутая и шумная штука... ...является абсолютной новинкой, и вы ее уже можете купить в интернет-магазине Покупалкин по ссылке в описании. Ну и на этом я с вами буду прощаться. С вами был Широ, интернет-магазин Покупалкин и обзор Пушек Нерф. Еще увидимся. Пока.